Приступим ко второй части маркетинг-плана. В этом ролике занятие номер 2.2 мы рассмотрим понятие бинарные шаги. Что такое бинарные шаги? Бинарные шаги это некий механизм, условия при выполнении которых у вас фиксируются те или иные выплаты и вы участвуете в глобальном распределении прибыли. То есть вот эти 44% прибыли, о которых я говорил ранее, они распределяются через бинарные шаги. Давайте посмотрим, как они устроены. Как мы рассматривали в предыдущем ролике, у нас с вами бинарная структура. Есть левая ветка, есть правая ветка. Это вы и у вас в левой и правой ветке проходит некий товарооборот. Бинарных шагов бывает 7 уровней, 7 размеров, 7 величин. Самый маленький бинарный шаг, бинарный шаг первого уровня оценивается в 300 тысяч PV. И за этот бинарный шаг вы получаете либо 5, либо 15 множителей. То есть что это значит, мы рассмотрим чуть попозже. Давайте для начала поймем, что значит 300 тысяч PV. Когда у вас в левой и правой ветке проходит 300 тысяч групповых баллов, у вас фиксируется бинарный шаг. За каждую покупку, которую совершают партнеры вашей левой и правой ветки, как мы рассматривали тоже ранее, проходят групповые баллы. То есть когда кто-то что-то покупает, вот он что-то купил, какой-то товар за какую-то сумму денег, у него проходит какое-то количество личных баллов. Эти баллы учитываются вам в групповой товарооборот. Допустим, он купил хим-охим, хоп, 55 тысяч баллов у вас приплюсовалось. Ваш групповой товарооборот. Тут еще один человек купил, допустим, абсолют. Хоп, еще плюс 120 тысяч баллов приплюсовалось. Ваш групповой товарооборот в правой ветке. Ну давайте и еще кто-то купил хим-охим и абсолют. Хоп, 175 тысяч баллов. Скажем, вот партнер номер 2, купил абсолют и хим-охим. Таким образом, у вас здесь сколько получается? 220, 230, 350 тысяч, да? 350 тысяч групповых баллов. И в левой ветке, давайте отзеркалим, случилось то же самое. За какой-то промежуток времени, а также на 350 тысяч групповых баллов ваши партнеры закупились. Бинарный шаг первого уровня, он накопительный. И неважно, сколько времени вам понадобится, рано или поздно, пока у вас в левой и правой ветке накопятся 300 тысяч баллов, у вас зафиксируется этот шаг первого уровня. И когда фиксируется шаг, фиксируется он на конец дня, то есть система, программа смотрит очень просто. Если на конец дня по корейскому времени, то есть к полуночи, у вас есть более 300 тысяч баллов в левой ветках, у вас фиксируется бинарный шаг и на следующий день подсчет начинается с нуля. Это важно понимать. Здесь стоит отметить то, что бывает часто такое небольшое недопонимание, то что люди считают, что подсчет начинается с нуля, это плохо, потому что сгорают баллы. На самом деле это очень хорошо, что подсчет начинается с нуля, а весь излишек, он сгорает. Можно так сказать. На самом деле ничего здесь не сгорает, потому что здесь просто идет подсчет, потому что по сути здесь у вас ничего не копится, у вас просто учитывается групповый товарооборот. Но это если придираться к мелочам. Будем использовать слово сгорает для понимания. То, что у вас сгорают лишние баллы, это очень хорошо, потому что у вас на первых парах будет сгорать небольшое количество баллов. А у лидеров компании, кто уже занимается этим несколько лет, у них сгорают сотни и миллионы баллов, сотни тысяч и миллионы баллов, десятки миллионов баллов, даже сотни миллионов баллов. И так как мы участвуем в групповом распределении товарооборота, как раз таки то, что излишек сгорает, помогает новичкам, помогает тем, кто только начинает делать свои первые шаги в компании более быстро выходить на заработок и подниматься по рангам. Так, всего, как я сказал, у нас семь уровней бинарных шагов. Все семь понять достаточно сложно с самого начала, и поэтому мы не будем акцентировать внимание на остальные бинарные шаги. Мы их рассмотрим в шестом ролике. Но я здесь хочу сказать о седьмом максимальном бинарном шаге. 50 миллионов баллов. 50 миллионов баллов – это максимальный бинарный шаг, за который вы получаете 300 множителей. Если у вас проходит больше, то никакой разницы нет, у вас учитывается только все равно 50 миллионов баллов. И это очень важно, и это очень хорошо и круто. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что благодаря этому принципу, благодаря тому, что у нас есть максимальный бинарный шаг, в компании реализован принцип выплат по трапеции. То есть во многих сетевых компаниях принцип выплаты денег осуществляется по пирамидальной структуре. Не путать с финансовой пирамидой, это совершенно разные вещи. Финансовая пирамида – это одно, пирамидальная система выплат денег – это другое. В большинстве сетевых компаний только верхушка зарабатывает хорошие деньги. То есть есть вот такая вот схема, то что 90% денег компании получают 10% верхушки. То есть примерно вот так вот. И соответственно 90% людей получают 10% денег. Как раз таки это была одной из основной проблем, с которой столкнулся председатель нашей компании, когда рассматривал, как создать такой маркетинг-план, чтобы деньги зарабатывали все, а не только те, кто находится на верхушке. Чтобы действительно людям, которые только приходят в компанию, было бы легче этого добиться. Именно выплаты по трапеции как раз таки решают эту проблему. Что это значит? Это значит, что вот установлен лимит 50 миллионов баллов, это максимальный бинарный шаг. И неважно, сколько бы у людей ни проходило, сотни миллионов, миллиарды баллов, у них учитывается только этот бинарный шаг. То есть соответственно выше этого лимита никто не может прыгнуть. В день можно закрыть всего один бинарный шаг. Соответственно в месяц есть некий лимит по выплатам. И любой человек, неважно когда он начал работать, рано или поздно до этого лимита поднимается. Что здесь замечательно? Замечательно то, что вот эти деньги, которые могли бы получать люди, которые находятся наверху, если бы не было этого лимита, они опускаются вниз. То есть компания не оставляет эти деньги себе. Как вы помните, вот распределение денег. Почему на этом акцентирую внимание с самого первого ролика? Потому что 44% прибыли мы получаем, так или иначе, все партнеры по нашему бинарному вознаграждению, по структурному бонусу за наши бинарные шаги. И то, что есть лимит, это очень хорошо. Условный лимит обозначается в 50 тысяч долларов. Это тот лимит, о котором часто говорят в Корее, но это не предел того, что вы можете заработать компанией. Потому что здесь еще накладывается также мастерский бонус, а мастерский бонус исчисляется по-другому. Об этом мы посмотрим в следующих роликах. Сейчас самое главное понять механику бинарного шага. То, что все покупки, которые совершают ваши партнеры в левой и правой ветке, они накапливаются, в правой ветке по отдельности считаются и в левой ветке считаются по отдельности. И почему я говорил, что очень важно развивать эти ветки равномерно? Потому что только тогда, когда у вас и слева, и справа накапливается необходимое количество баллов для бинарного шага, у вас фиксируется бинарный шаг. Стоит также отметить то, что на закрытие первого бинарного шага может понадобиться много времени, потому что вы начинаете с нуля. Но когда ваши партнеры начинают что-то покупать, как правило, их уже не остановить. И каждый следующий бинарный шаг закрывается быстрее, чем предыдущий. Именно в этом является суперсила нашей компании. То, что люди автономно, без вашего участия, когда они уже знакомы с компанией, знакомы с продуктом, совершают покупки. Эти покупки совершаются все чаще и чаще, и со временем вы закрываете бинарные шаги все чаще и чаще. То есть вам может понадобиться несколько месяцев, чтобы закрыть первый бинарный шаг. Но для закрытия второго вам уже понадобится меньше времени. Для третьего еще меньше. Настанет тот день, когда вы будете закрывать уже несколько бинарных шагов в неделю, а затем уже и каждый день будете закрывать бинарный шаг. Поэтому понятие бинарных шагов очень важно. Но мы еще вернемся к бинарным шагам в шестом ролике. А если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Ну и если вы еще этого не сделали, то подписывайтесь и ставьте лайки. Желаем всем успехов, всем процветания! Субтитры сделал DimaTorzok